Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вот сейчас мне стало реально страшно Всем привет, с вами Блог Авто МПС И у нас продолжаются байкальские каникулы Это дни скорости на льду Байкала А это Jaguar F-Type И под его низеньким, пусть таким длинным широким капотом Скрывается могучий 5-литровый компрессорный V8 575 лошадиных сил И конкретно этот автомобиль вчера установил рекорд скорости Почти 300 км в час У меня нет цели проверять правдивость этого рекорда Но вальнуть вот здесь по 13-километровой ледяной трассе я планирую Я вас уверяю, это будет интересно И конечно же, столь масштабное мероприятие было бы невозможно без партнеров И здесь генеральным партнером мероприятия выступает компания Syntec И она прямо сюда, на дни скорости на льду Байкала Привезла свою собственную лабораторию И я вам ее сегодня обязательно покажу 575 лошадиных сил 575 лошадиных сил Мы сидим вдвоем, но я думаю, в данной ситуации Это как раз сокращение времени разгона Потому что мы вместе с Женей добавляем ему гриппа Ну, то бишь, держака Голый лед Пошли Ииии Звук Звук 6 тысяч 6 с половиной Ну-ка О-о-о, вот это зацеп Продолжаем Ну, вообще он прыгает 140 150 Я не представляю, как на нем люди ехали 300 Я вам скажу, это страшно Вот сейчас 150 И на волнах он все-таки немного подпрыгивает Но это прям Вот сейчас мне стало реально страшно Я много езжу Езжу порой быстро На асфальте ехать 150 Ну, изи 200 Тоже нормально Но здесь, где ты понимаешь, что под тобой держака нет От слова совсем Это прям 16 15,9 На самом деле, в предыдущем заезде было 13,7 До сотни Но это на льду Посмотрим, как проедет Ламбо Ну, и сравним Я не знаю, зачем это Потому что, естественно, в реальной жизни оказаться здесь Ну, крайне сложно Крайне маловероятно Но Ягуар, конечно, очень кайфовый Ну, и, конечно, кайф на нем где-то попробовать Поворачивать И вот это уже прям Оп Оп Ничего не надо Оп Хе-хе-хе Вот так вот Хорошо Вот так можно ехать долго И с огромным-огромным Удовольствием Кайф Итак, а сейчас Другой тест Сначала разгон до сотни А потом Торможение сотни Погнали И Так Тормозим 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 Оп Ху-ху-ху Это все на АБС Ну, то есть, это, скорее, естественно, тест резины, нежели автомобиля Но все-таки Итого Со скорости 100 км в час На голом льду Держитесь крепче 215,9 км То есть, 216 метров И 16 секунд То есть, мы Примерно там за 13-15 Разгоняемся до сотни Собственно, полноприводный автомобиль И примерно за столько же Он останавливается обратно 216 метров Со скоростью всего лишь 100 км в час Пусть Ягуар пока передохнет И перед тем, как прокатиться на следующем автомобиле Я планирую заглянуть вот в эту юрту Там компания Синтек, партнер всего этого мероприятия Развернула свою мобильную лабораторию Пойдемте со мной Всего в мобильной лаборатории Синтек 4 стенда И я хочу показать вам Два наиболее интересных из них Рассказывает Евгений Директор по развитию компании Итак, на данном стенде Мы проведем испытания По температурам кемпения Антифризов Качественных и некачественных с рынка И посмотрим, что происходит с антифризами В состав которых входит запрещенный в Российской Федерации метанол Как они себя ведут при нагревании И какие негативные последствия могут вызывать Наливаем Берем мультифриз В оставшиеся колбы наливаем антифризы, закупленные на рынке Образец номер 2 Карбоксилатный антифриз якобы классификации G12 Закрываем крышками После закипания посмотрим, что будет происходить с этими антифризами Начинается кипение Зеленого образца Первые признаки кипения пошли пузырьки Засекаем температуру начала кипения Смотрим При температуре 75 градусов начинается кипение В открытой системе 80 градусов антифриз кипит Ровно 81 градус идет кипение антифриза Вода кипит при 100 градусах А антифриз закипел при 81 градусе Давайте посмотрим, что происходит с фракциями, которые находятся в этом антифризе Возьмем спичку, подождем зажигалкой выходящий газ Давайте проведем другой стороной Горит спирт Можно сделать предположение, что этот антифриз сделан на основе метанола Закипел второй образец Образец кипит при температуре 103 градуса Образец не кипит при температуре 111 градусов Закипел температура 111, началось кипение Температура 104, идет активное кипение Поджигаем пары Во время движения антифриз может из системы уходить Попадать на коллектор, попадать на открытый огонь Что будет происходить под капотом нашего автомобиля По прошествии долгого времени повторим эксперимент Метанол продолжает испаряться То есть можем сделать вывод, что в данном образце у нас метанола меньше В данном образце метанола больше гораздо Но тем не менее он воспламеняется Это видно невооруженным взглядом Глобально спирт вроде и неплохая штука Но, во-первых, он крайне токсичен Во-вторых, в случае разгерметизации системы Например, при легком повреждении шланга или радиатора Его пары могут запросто вспыхнуть Ну и в-третьих, метанол официально запрещен в Российской Федерации Согласитесь, не самая хорошая история для антифриза и вашего автомобиля На данном стенде мы демонстрируем низкотемпературные свойства масел А именно вискосные характеристики при низкой температуре В данных колбах содержатся образцы масла ведущих мировых производителей Мы не будем называть бренды, но это топовые позиции ведущих мировых производителей В одной и той же вязкости 5,30 Все масла синтетические Крайняя колба – это продукт Синтек Премиум А3Б4, который мы представляем здесь, на этом семинаре Мы посмотрим, с какой скоростью будут опускаться шарики при переворачивании этого стенда И определим, насколько масла противостоят холоду, насколько сохраняют свою вязкость Устанавливаем конструкцию И шарики пошли Очень замерзло масло Температура сейчас этих колб в районе минус 28 градусов Тем не менее, сохранилась вязкость, прокачиваемость Все шарики-подшипники одинаковые В этом эксперименте мы показываем, что шарик падает Чем быстрее он падает, тем лучше низкотемпературные свойства этого масла Этот эксперимент не ставит перед собой задачу доказать, что Синтек лучший из всех западных аналогов Этот эксперимент ставит перед собой задачу показать, что Синтек стоит в одном ряду С топовыми западными производителями, которые залиты в других пробирках Образец номер 3 закончил движение Вторым к финишу приходит Образец номер 8 И третьим к финишу приходит образец номер 1 Это Синтек премиум Остальные образцы начинают подтягиваться Со смазывающими и охлаждающими жидкостями вроде разобрались А теперь я хочу применить полученные знания на практике На улице меня ждет мороз, лед, а самое главное Ламборгини Ламборгини Урус И пусть на дорожке он проехал чуть медленнее Андрея Леонтьев за рулем этого автомобиля зафиксировал мировой рекорд 298 км в час Это всего на 1 км в час быстрее, чем проехали на Ягуаре F-Type Попробуем Ну что ж, попробуем Мощности больше, массы больше Но при этом сам автомобиль намного крупнее Женя сидит сзади И как-то, в общем, здесь есть простор, здесь есть багажник То есть это действительно кроссовер Но самое интересное, сможет ли он обогнать Ягуар здесь на льду Итак, поехали Ух! У меня электроника как бы выключена Но при этом полной свободы она не дает Она все-таки меня контролирует И, наверное, здесь это скорее помогает Ну и, конечно, подвеска, она значительно более комфортная И это значительно более мирный автомобиль 15.8 Недавно у нас была попытка 16 ровно То есть, ну, естественно, какие-то есть нюансы Лед чуть-чуть такой, чуть-чуть секой Но принципиально это 16 секунд Так же, как на Ягуаре Я боюсь, что это не вопрос способности автомобиля Это вопрос способности шин И там, и там у нас шипованный континенталь Ну, по сути своей, одинаковые колеса Естественно, разной размерности Забавно, получается, что, ну, практически любой автомобиль Который способен разогнаться до сотни быстрее, чем за 16 секунд Любой полноприводный автомобиль На льду, естественно, это важно Наверняка на льду на шипованных шинах Конти Он сделает это за 16 секунд А теперь попробуем торможение Разгон также до сотни И потом сотни попробуем остановиться Если помните, на Ягуаре было 215 метров 60 Ну и, конечно, лампа намного комфортнее То есть на тех же кочках ее трясет, но не так сильно Оп, тормозим Тормозим Но, я напомню, естественно, у Уруса намного больше массы 40 Вот это прям совсем такое 30-20 Это не магия, это физика 16,1 секунды и 222 метра Со скоростью 100 км в час Прямо вот как в аптеке И, кстати, если вы когда-нибудь собираетесь угнать Lamborghini Urus Я боюсь, что у вас могут быть проблемы Как минимум с тем, чтобы включить передачу Окей, кнопку запуска двигателя вы найдете Она вот здесь вот, под красной такой крышечкой Окей, с этим вы справитесь И здесь же должен быть селектор Ну или хотя бы кнопочки что-то Вот здесь буква D Вот здесь паркинг, мэниуал Вот тут реверс Думаешь, ну вот она, окей, ручка Не-а Эта ручка только для включения задней передачи И больше ни для чего Для того, чтобы включить первую передачу Ну или просто драйв Правый рычажок на себя И вот так вот драйв Итак, а сейчас еще одна попытка разгона Но с полностью выключенной электроникой Пошли Вторая Третья То есть колеса буксуют постоянно Благо мощности С большим запасом На спидометре за 200 А на Рейс Лоджике Вот сейчас была сотня 14 секунд То есть на 2 секунды быстрее Чем если просто катиться на грани пробуксовки Обычно в автошколах Везде учат Даже спортсмены говорят, что Машина должна пробуксовывать совсем чуть-чуть Но получается, что если мы едем с помощью ESP Колеса пробуксовывают Но как-то электроника постоянно их подсекает Разгон 16 секунд Если ехать в постоянном буксе Получается на 2 секунды быстрее Пойдемте посмотрим Это должно быть очень хорошо видно на льду Вот это След от разгона Ну почти нормального человека Который едет на Ламборгини Урус Видите? Такие коротенькие отметки То есть колеса слегка пробуксовывают Но либо водитель газом Либо скорее все-таки электроника Они контролируют То есть машина разгоняется Вот каждый шип Он успевает чуть-чуть царапнуть Лед Но машина все-таки едет А вот это разгон нездорового человека Который вот где-то вот здесь вот Нажал на газ в пол Видите? Вот прям вот начинается И вот так вот Просто шлифуя на месте Когда спидометр показывает Больше 200 км в час И вот я не знаю сколько здесь в метрах Но эта линия уходит очень далеко Как минимум до 100 км в час Ламбы шлифуют всеми четырьмя колесами Дальше уже я отпустил Мне кажется можно дальше разгоняться Но специалисты говорят Что даже на двухстах Если ты резко утапливаешь педаль газа И на ламбы и на ягуаре Получается пробуксовывать Всех четырех колес Ширина колеса ламборгини 285 миллиметров И можно посчитать сколько бороздых шипов Раз, два, три, четыре 21, 22 У меня получилось 23 Но видимо я сбился Скорее все-таки должно быть четное количество Либо 22, либо 24 бороздки То есть шипы расположены Прямо вот максимально широко Чтобы максимально эффективно грести Если у вас конечно хватает на это мощности Если честно Меня одолевает гордость Ну в первую очередь естественно За автомобили За то что это серийные дорожные машины Без каких бы то ни было доработок Они могут выехать на лед Байкала И показать скорость по 300 км в час Это клево Я горд за нашу огромную страну И за то что у нас есть озеро Байкал И собственно рекорды которые зафиксированы здесь Они не только российские Они международные Никто быстрее на серийных автомобилях Никогда не разгонялся Ну и конечно я горд за людей Которые все это организуют Это действительно круто Это очень интересно Друзья Я горд за вас За то что вы подписаны на наш канал И смотрите этот ролик Спасибо что это делаете До новых встреч